Я очень хочу, чтобы мы это впечатление записали. Оно принципиально важно и значимо для понимания самого феномена, что такое добрая школа, без какого-то такого, знаете, академического излишнего пафоса. Вот сейчас у меня за окном идёт занятие по хореографии. Чем оно отличается от иного занятия по хореографии, которое проходит в том или ином кружке или иной какой-то целевой группе, понятно, о чём идёт речь. И чем отличается, исходя из этого, добрая школа от иных институциональных образований, которые связаны с организацией детского досуга и отдыха? В том, что здесь включено, мощно работает практически 99% охвата всей, так скажем, генеральной совокупности контингента детского, это интерактивность, подлинная, настоящая, атрактивная включённость каждого ребёнка в процесс, который осуществляется в данный момент тьютерским коллективом во главе с ведущим играющим тренером, в роли которой на настоящий момент выступает сам инициатор и креативщик, арт-директор программы Мария Андреевна Новак. Здесь работают очень мощные, интересные социально-психологические связи между лидером группы, в данном случае это непосредственно лидер программы Мария Андреевна, между командой тьютеров, которые осуществляют руководство, и абсолютно всеми участниками команды с точки зрения детского контингента. И вне зависимости от иерархии детского контингента, которые дифференцируются на специальные социальные мини-группы, в которых выполняются те или иные задания, основная концептуальная платформа заключается именно в интерактивности, подлинной, атрактивной. Это действительно уникальный совершенно климат, социально-психологический климат, на основе которого и происходят все дальнейшие изменения личности в плюс. Вот этот вот глоссарик, который существует в доброй школе, который там пахать, прокачать, они очень, с точки зрения смысла, они очень контекстуальны. Здесь транслируется такой важный, значимый момент. Нет, не будет работать никакая личностно-ростная парадигма, если вы не подготовите соответствующую почву. И вот тут, получается, идет такой как бы почвоведческий глоссарий, да? То есть нужно вспахать, полить, а потом посадить. И в данном случае вот эта командность, именно единая командность, которая создана в доброй школе, это она и является той ведущей базовой технологией, которая требует своего уже академического изучения с точки зрения социальной психологии, с точки зрения педагогической психологии, с точки зрения социально-культурной деятельности. Специально для родителей, специально для организаторов такого уникального проекта Добрая школа Элина Ван Хэмпик, Скандинавский институт академической мобильности, Свердловская область.